Трехлетний Трагифарс разворачивается в поселке Северный Калининского района. Действующие лица администрации района, судебные приставы, полиции, Михаил Поробов и его соседи. В главной роли бизнесмен Михаил Поробов, хамство и чувство безнаказанности которого может удивить неискушенного зрителя. Вот на этом месте у нас была баня, хозяйственные постройки. В результате подтопления со стороны соседа Поробова все пришло в разруху, все постройки завалились, нам пришлось их убрать и остался один фундамент. От действий Михаила Поробова соседи, по их словам, страдали годами. Михаил Владимирович мыл в своем гараже машины и часть техногенных стоков попадала в огороды семей Ивановых и Комысовых. Когда переговоры с Поробовым не возымели результата, люди обратились за помощью в администрацию Калининского района. Мне был дан ответ. Якобы выезжала комиссия, выезжал якобы там Баев, это замначальник по налогам и сборам, да, это его хороший знакомый. Я туда выезжал лично, смотрел я и гараж, огород, где якобы там они подтапливают. В общем, везде все было сухо. Я не нашел ни следов мойки, никаких ни машин и так далее. Спустя неделю председатель местного ТОСа Валентина Бушмина и местный участковый посетили владения Ивановых и Поробовых. Все в воде стояло, даже в огороде вода стояла, баня обвалилась. Мы видели шланг, мы видели вот эти фотографии. И как раз звонок мне с администрации, говорит, Валентина Николаевна, акт переделайте. Потому что был Баев это и сказал, что там никакого нету, это самое мокрое место нигде нет. Я говорю, как я могу акт переделать. Ну и тут пошло на меня давление. Я пишу заявление, добровольно ухожу. В результате я как бы пострадала. Семья Ивановых подала иск о возмещении убытков, причиненных сливом с автомойки их имуществу. В результате суд обязал Михаила Поробова выплатить соседям 90 тысяч рублей. Сама Татьяна Ивановна утверждает, что из обозначенном судом суммы в 90 тысяч она получила лишь 14. Представитель Михаила Поробова озвучивает нам иную версию. В настоящее время решение Калининского районного суда исполнено Поробовым более чем на 70%. И, наконец, еще один вариант ответа на поставленный вопрос дает служба судебных приставов. Должникам были предоставлены платежные документы, в соответствии с которым кто на сегодняшний момент составляет менее 40 тысяч судебных приставов, пытался все-таки проверить подлинность этих платежных документов. То есть не обманывайте нас, здесь будет совсем другой разговор в том случае, если у нас должник предоставил подложные документы. Запреты у нас выставлены на все его имущество, которое зарегистрировано. Разговор с Михаилом Поробовым у съемочной группы как-то сразу не задался. Чего? Михаил Владимирович дома? Ну? Мы хотели предложить вам записать интервью. Ответьте на наш вопрос, пожалуйста. Что вы, мать? Когда оператор пытался понять, есть ли на участке должника мойка машин в данный момент, ему пришлось ретироваться. Это последний записанный кадр. Сначала в съемочную группу полетело вот это самое ведро, потом подошла очередь березовых чурок. Позже Татьяна Ивановна рассказала, как события развивались дальше. Я стояла на улице, Поробов выбежал со своего дома с ружьем, перезаряжая его, бежал ко мне и кричал «Убью, сука!». Он был агрессивный, неадекватный. В любой момент, то есть доля секунды он мог бы меня выстрелить. Если человек воспринимает как угрозу своей жизни наведение на него огнестрельного, заметьте, оружия, то это уже может квалифицироваться по соответствующей статье 119, как угроза расправы, как угроза жизни и здоровья человека. Представитель Михаила Поробова имеет свою точку зрения на произошедшее 25 мая в поселке Северный. Данные факты, они не соответствуют действительности. В чем они не соответствуют действительности? В том, что никакого ружья у Поробова, в принципе, и нет, и не было. Дознаватель отделения полиции номер 4 не отрицала, что у Поробова было ружье, но отказала в возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела оно будет? Нет, там нет состава. То есть он не выходил, что ли, с ружьем? Он выходил, но ее в тот момент не было на улице. Я все там по видеокамерам все видела. Камера, о которой идет речь, к слову, собственность Михаила Поробова. Начальник же отдела дознания Инна Сопова за объективность выводов своей подчиненной ручаться не стала. Поспешные выводы несерьезные были сделаны, поэтому еще не разберусь эти материалы, я вам позвоню. Но обещанного созвона так и не произошло, поэтому перспектива возбуждения уголовного дела пока туманна. Почему вообще на Тихой улице с сельским колоритом кипят нешуточные шекспировские страсти? Как дошло до того, что Ивановы и Поробовы превратились в Монтеки и Капулетти? У Татьяны Ивановны, кажется, есть ответ на этот вопрос. Потому что у Поробова покровители, как покровители сверху чиновники, поэтому все происходит. Продолжение следует...